Душа на ножках. Так часто называют детей, у которых состояние души незамедлительно проявляется внешне. Они редко реагируют на приветствие. И статичный цветок на картинке окажется для них гораздо интереснее, чем забавный мультипликационный герой, который активно двигается и разговаривает. И, наверное, лишь немногие, кому приходится сталкиваться с таким ребенком, могут с пониманием отнестись к проблеме семьи, в которой растет малыш с аутизмом. Это расстройство нервной системы диагностируется с трудом и мало изучено. Тем не менее, количество аутят с каждым годом растет. Каждый день растет количество детей, рождающихся с аутизмом. Если раньше, то было один на сотню, сейчас уже один на 50 человек. И по прогнозам это будет количество увеличиваться, увеличиваться. Минское братство Иоанна Богослова, получившее в прошлом году грант конкурса «Православная инициатива», реализовало проекты «Единая волонтерская служба разум», в ходе которого смогли пройти обучение и стажировку волонтеры, работающие с детьми-сиротами, ребятами с диагнозом ДСП, онкологическими заболеваниями и детьми с аутизмом. Проект оказался успешным, и в скором времени молодые люди приступят к реализации проекта «Разом-два», который будет посвящен именно аутизму. Основное внимание уделяется подготовке тьютеров, сопровождающих. У нас тьютеров на территории Беларуси очень мало, если не сказать прямо, что их нет. Поэтому я бы хотела в камеру передать огромную благодарность Павлу Сергееву, его жене Юлии Сергеевне, за то, что они без какой-то эмоциональной нужды. У них нет ребенка с аутизмом, у них нет племянника с аутизмом. То есть нет такой вот необходимости что-то двигать, потому что так надо. А просто по зову сердца. Инициатива православной молодежи получила благословение Патриаршего Экзарха. Священнослужители организуют специальные молебны для таких семей и участвуют в мероприятиях, проводимых организацией «Дети, аутизм, родители». Год назад, когда мы мероприятие проводили, когда наши дети падали на пол, когда они упирались. Сегодня вот вы сами видели, дети вместе с волонтерами, они себя ведут вполне адекватно. Даже не поймешь, кто из них, где там вот ребенок с проблемой, а где нет. И я думаю, что это огромный шаг для всех нас, чтобы как минимум люди знали. Потому что дети с аутизмом, они не умственно отсталые, они не глупые, они не умалишенные. Они просто другие. При содействии волонтеров на базе одной из минских школ удалось даже открыть экспериментальный класс для таких ребят, где часть времени они проводят вместе с обычными школьниками. Да, я думаю, я надеюсь, что в каждой школе откроется подобный класс, и все дети с аутизмом будут иметь возможность обучаться и получать среднее образование, что очень важно для детей и очень важно для родителей. У братства Иоанна Богослова и родителей детей Аутят впереди много значимых проектов. Планируется, что в скором времени удастся наладить совершение литургии для таких семей, что уже через несколько месяцев у Аутят появятся друзья-тьютеры, которые помогут открыть им дверь во внешний мир, мир за пределами дома и семьи. А для этого нужна только любовь, внутренний стержень, который помогает волонтерам просыпаться по утрам и дарить радость особенным детям. Православный информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз». Продолжение следует...